Километры светящихся проводов украсили Самару к Новому году, но на этот раз не только центр, но и окраины города. Причем и здесь не забыли об экологии и экономии. Все лампочки светодиодные, так что украшения улиц, скверов и зданий дорого не обойдется, а яркие огни не погаснут на протяжении всех новогодних каникул. На несколько недель весь город украсила иллюминацией. Этот атрибут праздника уже стал привычным, а вот среди новинок года световые фигурные композиции. В украшениях используют светодиодные лампочки, например, в карете на улице Ленинградской, их 54 тысячи. Все фигуры привезли из Санкт-Петербурга, родины иллюминации. Именно там Петр Первый ввел традицию украшать города свечами и фейерверками. Задача у них за три века не изменилась. Это мини-сказка. Да, сразу становится как-то радостно и сразу думаешь о том, что уже все ближе и ближе Новый год. Монумент славы. Также там каждый год тоже ставят разные композиции. Смотрим, радуемся. Это только кажется, что для праздничного освещения нужна по меньшей мере персональная электростанция. На самом деле, на то, чтобы расцветить улицы и создать действительно бесценное праздничное настроение. Требуется совсем немного киловатт. Электроэнергии они потребляют очень немного, потому что все эти композиции светодиодные. А как известно, светодиод на сегодняшний день самый энергоэффективный источник света. Жители окраин также встретят новогоднюю ночь при свете. От 116-го километра до мехзавода установили праздничные композиции. Именно около них развернутся гуляния. Красочные иллюминации будут радовать жителей города до 15 января. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губерния.